всем привет ролик будет безумно долгим и корявым потому что я путаю педали в программах которых я не совсем соображают то соответственно ничего хорошего и путнего не ждите буду применять максимальную магию монтажа итак мы сегодня будем пользоваться пиксом мы будем сегодня пользоваться сирилом наверное фотошопом и топазом топазом динайсом сразу скажу что все кто обладают вот такого рода счастьем вас ждут великие открытия если вы ни разу никогда и вообще не снимали через некоторое количество фильтров с возможностью смысле желанием их свести разных разукрасить ну и так далее поэтому это прежде всего для тех кто стоит в течи того чтобы может быть что-то такого купить ну чтобы знали весь процесс ну и весь но часть процесса а конечно все это можно абсолютно все сделать в пиксе то что я перечислил ну так как я дурак обыкновенный старый поэтому сорян и так чего начинается родина мы все сложили да у нас было две сессии одна была в августе месяце вот с такими водородными одиночками вот они все тут перед вами их тут 33 кадра и соответственно вчера мы снимали с вами с фильтром который пришел недавно сера и соответственно здесь у нас около 40 кадров все это я обработал естественно без вас и чтобы не терять просто тупо времени ну и сейчас мы это все дело закрыл естественно пикс случайно мы сначала сейчас вызовем это все в пиксе сделаем автоматический бэкграунд экстракшн сделаем с вами что там еще динамик а нет мы сначала с вами сделаем алигм старый лимонт потом дайны микроб потом мы с вами сделаем там разложение на lrgb потом и подменяем всякого рода там с его нашей комбинации и что мы еще там сделаем с вами image integration по кислороду в общем давайте по порядку так для начала мы с вами откроем наши файлы которые мы с вами обработал я то есть вот речь о здесь я оставил только то что нужно все остальное повышев рел калибра калибровки там короче весь мусор который оставляет после себя пикс берем вот этот вот файлик и его делаем такую экспресс растяжку они естественно все будут зеленые потому что зеленых пикселей но всегда много дальше мы открываем наш с о серо кислород находим нашу папочку извините это я заготовил папочку которую буду там комбинировать это что-то непонятно так здесь вот этот мы берем вот он тоже даст нам три всякого говна мы это все по закрываем и это тоже поставим сюда черный квадрат малевича и соответственно тоже сделаем так чтобы это что-то было видно первое что естественно происходит чтобы эту зеленку все убрать который кстати может у вас сложится и без зеленки если там все правильно настраивать на и неправильный пацан поэтому как есть поэтому мы идем в процесс его процессы и ищем с вами даже вот так тут быстрее найдем чтобы тут не умереть с этими закладками вот background модели за и шина и берем автоматически вычитанием с каждой картинки здесь делаем активным примеру водород кислород здесь и ничего такого она здесь единственное что надо сделать вот эту последнюю закладку и мы будем вычитать фон показать что мы собираемся с вами делать соответственно нажимаем педаль по моему квадратную а может и на болоту нажать ну короче не принципиально я сказал что их буду путать эти педали получаем вот такое вот счастье вот она этот задний удаляем потому что это просто типа маски вот и соответственно то же самое делаем на серии нажимаем квадрат ждем вот ждем тоже получаем такое же двойное тоже делаем его видимым и закрываем его маску так вот эти два кадра нам практически уже не сильно то и нужны чтобы ни на мозги тут не пудрили это тоже нам пока не нужно ну и не пока я вообще не нужно потому что все это остальное будут добивать там где я знаю на своем поле играть но вот это вот у нас то что получилось водород и кислород единственное что можно сделать чтобы ну просто нет не было таких дурацких длинных названий мы здесь напишем эйч о окей к ним и вот у нас эйч о получилось и соответственно здесь переименуем два раза по вот этой боковушки и здесь переименуем в с о чтобы нам не читать вот эти все бритете которые тут написаны так по моему приятнее по-хорошему давайте их наверно и еще раз даже сохраним потому что такие исходники нам могут очень пригодится по той причине мы будем сохранять сразу папки обработки с х а вот эйч о у нас будет сохранен вот здесь вот по причине если что-то там не то повернется не то нажмем мы всегда можем каким уже исходником вернуться и таким образом плясать от этой печки и соответственно здесь файл здесь с с о да в с х вот так вот это наши исходники все теперь мы можем с ними творить что хотим и если что-то не то произойдет у нас есть опорная так сказать . да параллельно я сейчас поставил в обсерватории поменял фильтр жду где-то пол десятого без двадцати десять и в эль про до снять хочу тоже сердце для того чтобы потом уже за кадром повторить то же самое что я сейчас вам буду показывать только с большим количеством слой и звезд чтобы получить вменяемый так ну а теперь значит показываю в чем проблема когда два фильтр больше двух фильтров потому что когда у нас с вами мы снимаем одним кадром цветной камеры с одним фильтром вообще проблем таких не возникает но когда мы делаем с двумя с тремя 2 и плюс и монохромные камеры то естественно на звезды никогда совпадать не будут по той причине что дизерин происходит в каждом фильтре и соответственно а тем более мы снимали с разрывом почти два месяца в месяц соответственно поворачивали камеру телескопе фокусер и поэтому вот насколько не совпадает у нас эти вещи и почему это так надо решить эту проблему потому что технология такова мы сейчас из этого кадра разложим rgb подменим их определенным образом покажу соответственно сделаем тоже самое серый потом когда эти фильтры ой когда эти каналы мы начнем совмещать в частности в кислороде то естественно вот все нас не совпадение там не вылезет поэтому нам надо сделать такой процесс как старый линд то есть выровнять звезды надо его только быстро найти нам с вами вот он есть здесь происходит следующее убью это пока не думайте об этом ставим слово файл ставим ищем файл который будет опорным и вот этот опорный будет кадр поэтому я иду в исход и соответственно говорю вот это будет опорный кадр а сюда мы добавляем файл который мы будем как бы пони этому кадру выравнивать и соответственно это у нас с открываем ну а если бы у нас здесь было эль про или там лайтовый канал какой-то мы бы еще сюда добавил то есть он был уровнял все по идее дальше по идее я тут опять же не помню что надо делать ну по идее по моему треугольничек надо бросить вот на кадр который мы будем выравнивать вот этот вот и замиранием сердце подождать хорошему он его должен провернуть получится такие поля и это будет означать что он его выровнял ну ждем с выравнивает тут я ничего вот он какой-то кадр нам дал кадр дал мы его давайте сделаем от все отлично так это нам по сути больше не нужно поэтому закрываем и так видите что у нас получилось вместо этого кадра у нас получился кадр который провернулся сообразуясь с теми погрешностями которые вчера я камеру то пытался там крутить насколько мог поближе но все равно что-то не докрутил и вот эти два кадра уже по идее будут у нас видите абсолютно совпадать и по звездам и ну по объекту по всему потому что никакого удвоения в этом не происходит поэтому этот кадр у нас есть сохраненный и мы его спокойненько закрываем потому что он нам не нужен потому что надо работать будет вот с этими кадрами что тут надо сделать по хорошему прежде всего тут надо сделать так чтобы применить дайны микроб то есть конечно можно оставить вот такие вот провороты и начинать работать по канально ну по-хорошему наверное это не совсем правильно но до того как вот это все делать я еще вот этот кадр именно этот правый провернутый кадр до того кропить его я его сохраню потому что я уже нарывался я его возьму с с он немножко отличается по названию регистра ну то есть там зарегистрированный типа относительно опорного кадра я в ту же папку просто сохранил для того чтобы если что опять я живу с этой точке начну плясать теперь надо нам надо вызвать такой инструмент как динамик но обрезка динамическая обрезка и где он тут вот он и здесь он конечно начинает делать что хочет и мы делаем что хотим по хорошему нам надо сейчас обрезать вот этот кадр и как бы скопировать эту обрезку на этот кадр как это делается если это может получиться может нет тут такое дело так значит мы нажимаем по моему вот эту херь у нас появляется вот видите поле которое мы можем гулять обрезать и мы его чуть-чуть с вами поправим чтобы его видеть вот она вот но обрезать не будем вот нам надо так обрезать чтобы ушли наши вот эти вот черные поля до сразу говорю здесь нельзя делать проворотов сейчас этой рамки потому что как только мы эту рамку ну допустим провернули бы вдоль вот этих черных линий но типа поля больше сохранили то естественно мы провернули бы кадры опять наши вот это выравнивание звезд идет по бороде тогда поэтому это делать лучше не делать мы его как-то обрезаем так как нам кажется что это правильно смотрим что вот здесь вот черные полосы ну как бы поменьше заходили вот так вот где-то даже о ну пускай так будет так тут сильно можно не жадничать вот и теперь эту рамку вот так вот оставляем берем вот этот треугольник зажимаем его и несем его вот на этот кадр по идее вот он его видите подрезала ну что если бы мы его сейчас обрезали вот этот кадр вот этим птичьи птенчиком а потом мы понесли ничего не произошло а теперь мы делаем активным этот кадр и соответственно птень птенчиком подрезаем его как мы его там подкропили выключаем динамик роб теперь у нас два абсолютно одинаковых кадра повернутых короче все у него хорошо тут они сейчас не совпадут у нас потому что масштабы чуть-чуть рамок этих изменились поэтому здесь могут быть проблемы но по идее он там достаточно просто можно вот по этой рамки самой как бы совместить я не хочу терять время чтобы вот это вот не заниматься херней все потому что по духу когда я обрабатывал если масштабы сохраняются то все окей теперь нам надо естественно как-то это обозначить что это динами ну дай на микроб сделаны вся прочая херня поэтому я по идее переименую это напишу дай на микроб и старый али ну короче стар олигмент и динамик дай на микроб чтобы я понимал что это у меня подготовленный кадр к тому я его закроем ну вернее кейк ну вот и я его да и сразу этот переименую что это уже мисс ну это у нас получается дай на микроб только потому что он не выравнивал не выравнивался по звездам он был опорным кадром напишем дай на микроб что он подобного типа мы его тоже переименовали вот он остался динами кроп и мы его тоже должны сохранить теперь сам принцип принцип простой берем берем допустим айчо а ну водород кислород и раскладываем его по канально нажимаем иконку rgb разложить вот он дал нам три яркостных канала каждый из которых черно-белый естественно будет и естественно он уже обрезанный уже у выравненный и поэтому как бы они все готовы дружить друг с дружкой но здесь нам надо переименоваться если у нас это r вот буковка то есть красный канал то соответственно мне надо его переименовать в эйч и я его просто поставлю речь то есть водород в красный канал есть вот он соответственно мне его надо тоже точно также сохранить вот он и что-то он обозначился почему-то ладно хрен с ним и сохраняем его после того как его сохранили достаточно долгие процессы так сохранили закрыли чтобы он тут не мозолила глаза теперь внимание green и blue значит и green и blue мы будем с вами пихать каналы которые будут называться кислород соответственно я поэтому дух как бы но эйч о ну куда как гриц одевать о если осталось два канала соответственно и green и blue будет о поэтому я переименовываю это к примеру пишу о один это я буду понимать что один это в зеленом канале а вот этот вот blue я сделаю о 2 о 2 чтобы не путаться и соответственно и соответственно я эти файлы сохраню вот о 2 пойдет сохраним и соответственно о 1 вот это мы закрываем и соответственно вот этот мы тоже сохраняем о 1 это green соответственно о 2 blue таким образом у нас получилось с вами что у нас от одного эйч о получилось rgb и в р мы подставили эйч а в green и blue поставили кислород и все это закрыли по сути это можно закрывать так теперь идем на нашу серу с кислородами делаем с ней то же самое поэтому я это пропущу чтобы просто не терять не тянуть время все то же самое мы но я уже тут просто будет blue я сразу отсюда начну то есть естественно их сделаю все это видимые и невидимые ну и точно так же буду их переименовывать то есть вот канал r значит сюда не р идет а сера я его называю сера сульфа ну а с просто кейкой сохраняю в ту же папку которые все эти будут находиться и будут два кислорода у 3 соответственно его 4 шипа не совпадал по названию с этим самым с 1 и со 2 ну таким образом у нас появилась папка в которой у нас есть наши все с вами разложенные каналы тут она конечно тут у нас можно было бы выделить ее как бы в отдельный процесс но как бы это дело хозяйское вот и получилось у нас четыре кислорода с вами один канал h и канал с поэтому нам надо этих четыре кислорода как бы ну как бы соединить чтобы был один кислород поэтому мы идем такой скрипт который называется имидж интегрейшн в вине в процесс и ищем быстренько имидж интегрейшн то есть буковка и и и и и бомба имидж калибрейшн имидж интегрейшн вот что мы делаем в этом имиджи интегрейшн это собственно говоря мы сюда загоняем 4 файла которые у нас кислороды вот открываем это еще там вот они есть и по моему нажимаем какую-то штучку я не помню как она по моему это и по идее мы должны получить час один кислородный канал если мы все сделали правильно с динами кропом обрезали повернули там у нас не должно быть никаких двоений проворотов на объединенном изображении четырех изображений кислорода в green blue по двум фильтрам он нам тут что-то выдал вот сюда и соответственно где-то тут будут вот он по идее должно быть окей да все окей видите на все изображение совпавшие никаких артефактов не наблюдаются ну понятно что она подрезана потому что провороты были так это он маску дает там всякую херню забить и теперь нам надо это просто интегрированное изображение назвать переименовать в букву о просто без всяких цифр и соответственно окейкнуть и так с таким образом же ее и сохранить в той папке где у нас вот эти о 1 и 2 а 3 а 4 вот у нас он будет сохраняем и по идее вот эти все файлы которые у 1 и 2 а 3 а 4 мы можем выкинуть чертовой матери они нам не нужны поэтому мы идем папку нашу чтобы место вот и они не пудрили на мозг только не удаляем о и удаляем этих четыре файла которые мы делали совместно конечно если кто-то очень тонко обрабатывать в каждом грине blue в каждой серии фильтров ну короче я не собираюсь так заморачиваться я вообще не собираюсь заморачиваться так у нас есть а у нас есть с у нас есть и и теперь нам надо собственно говоря опять же в процессе найти lrgb по моему комбинацию вот она но собственно говоря теперь вот тут и самое интересное начинается она получится ужасного вида но не мы не отчаиваемся а да мы все боишь еще совсем уж правильно справедливости ради мне надо взять теперь каждое изображение ну допустим давайте их сюда вызовем чё уж там так день у нас тут вот здесь да мы возьмем эйч мы возьмем о мы возьмем с тупо сюда перенесем вот и вы понимаете что яркости в каждом из этих каналов будут абсолютно разные соответственно то чтобы их перевести в правильное ну как бы весовое вот это яркостное ну как бы сравняйтесь с н.р. вот эти соотношения то да надо вызывать уже transformation хистограмм transformation и с каждым из этих изображений подтягивать вытягивать и короче уравнивать где-то с шумами поработать где-то ну короче я вот это все весь этот процесс именно поэтому заменяю своим сериалом который я знаю здесь меня интересует только как свести вот эти четыре канала о в один и соответственно выровнять их элегманты все или это тоже можно делать носили ли там это все немножко очень через жопу ладно давайте теперь значит эль канал у нас нету если вот час но он был снятый когда я сниму эль про то я иногда можно туда его и подмешать но его точно так же можно подмешать и в этом как его скажите мне все или еще один момент если вот эти три изображения сейчас сохраню них к сифе ну в этом который родной формат которым работает пикс а сделаю их фицами 32 то по идее я уже могу валить в свой родной сериал и вот складывали эти кадры там там тоже есть rgb integration это ну давайте здесь сделаем попробуем не знаю так ну вот это hr да мы его берем макейкой мы соответственно берем сюда и у нас не ищу нас с хода пардон тогда мы сюда еще раз вернемся сейчас с х то есть нам надо не чудо а с с х вот сюда с вред здесь х вот он сам даже подставил в грине а здесь о которой мы с вами только что объединяли ну давай вот получилось с х но можно сделать хас его ну как бы тут творишь и хочешь и опять не помню где они здесь да ну хорошо значит наверное вот это да ну короче так методом тыка ну вот он нам что-то объединил тут это будет ужасно я сразу говорю поэтому не она будет зеленая какой-то там такой гавиона и нового плевать вот да да это наш размерчик и вот собственно говоря что я дальше делаю а дальше я вот это все эту прелесть сохраняю я единство что пишу здесь не имидж я пишу уже с х о с х о и все и я его сохраню единственное что но я его сохраню и здесь конечно же в этом родном как говорится формате но точно так же я его сохраню и в фидсе для того чтобы работать дальше в серии то есть еще раз cfs только единственное что формат мы здесь поменяем на fit вот и пусть он точно так же называется и естественно в тридцать два бита хотя можно тут до в тридцать два бита мы сделаем бит интеггер да ну вот так вот и окей к нему не знаю сделал все он или не сделался поэтому проверяем сразу где-то он должен был тут выскочить вот он есть у нас пока здесь ничего не убираем запускаем серию хотя в серии повторяем можно было сделать все то же самое уже когда у нас есть эти с х он вот все или мы с вами просто тупо открываем наш нашу обработку из х и вот он собственно этот fit мы делаем open и делаем auto stretch получаем вот эту извините за выражение вы знаете как это называется первое что тут сделается первое это сразу мы вычитаем зеленку она будет немножечко тогда более удобоваримого вида вот она появляется такая хель здесь закрываем ну а просто чтоб не расстраивал переворачивать все это херню это я здесь не буду здесь меня интересует по сути несколько вещей а именно давайте сделаем ну вот насчет color calibration я не уверен но мы сделаем более важную вещь пока для меня во всяком случае сделаем background extraction и потом здесь же вычтем звезды вот здесь если были уже были точно также обработан или про которые будут сниматься вот здесь я здесь буду вычитать звезды я вычту здесь что вы там просили кто-то там просил 10-минутный ролик хрен вам они 10-минутный ролик так мы сейчас в граунде экстракции я просто здесь попробую чтоб он сделал сам это все и посмотрю что нихера не раз не расставил как надо поэтому здесь вы все это уменьшаем до минимума и ручками ему помогаем так еще помогаем вот так вот ну вот эти вот совсем темные вещи я немножко переустановлюсь тут на светлые вещи я не хочу чтобы залетало все это и меня интересуют в основном углы вот и да вот такие провалы если я сюда по натыкиваю всякого рода вот этих меточек и уберу с объекта самого то по идее эти провалы они просто ну как бы концентратор их контрастность уменьшится но меня интересует так называемый но у какой-то вменяемый фон чтобы по углам по всему более менее он как-то распределился то есть и нажмем компьютер background посмотрим что он даст ну вот по идее так да по идее так и пока мы и play сделаем не будем тут вдаваться в интимные подробности вот и дальше мы с вами идем давайте пойдем 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 а собственно говоря мы здесь можем с вами сделать одну вещь даже сделать color calibration попробовать один из вариантов почему нет и здесь надо самое черное что мы можем найти ну в данном случае вот это здесь где-то поставим здесь меточку и нажмем background вот он дал зеленое плевать пусть дает и нам надо какую-то яркую достаточно яркую часть ну там какую-то непереженную по идее звезду с оттенком как можно ближе к белому ну пускай вот это будет пока и здесь мы тоже вот так вот сделаем это мы делаем пробуем вывести цвета одно и применим и посмотрим что-то изменится и да чуть-чуть изменилась лучшую сторону более теплую отлично теперь нам надо зелень отсюда еще раз смыкануть это блин дурацкая херня так но римов еще раз green noise он сейчас по идее его сделает более вот таким все правильно вот нашу мы на всякую херню здесь я вообще не обращаю внимание теперь мы можем сделать еще одну маме один момент а именно сделать color saturation вот так можно делать можно все фотошопе делать выберем здесь оранж-браунд траляля запилим вот так вот вот она более стала какое-то вменяемое и play к ним и соответственно сделаем еще control нет мы еще раскола лара калибрейшин сделаем делом тут у нас вот saturation вот этого всего можно было бы избежать если бы все англию еще сделаем голубенькая что то есть пускай даст не сильно то он дал ну и хрен с ним вот этого всего можно было бы избежать если бы если бы мы с вами могли бы полновесно работать в пикси этом вот эти уровни по канально хирально вообще вот это я все делал со звездами да то есть я тянул вот эти все как их скажите мне цвета бэкграунды вот эту всю херь делал но по-хорошему по-хорошему надо было отделить сначала звезды а потом вот этой всей херней заниматься потому что когда мы все это лупим туда им сюда им то естественно мы калечим цвет звезд и он-то он он уже покалечены ну по сути дела он-то был покалечены самого начала там с этой зеленью со всей херней вот поэтому отделяются звезды еще на этапе когда вы получили первое как это изображение сделали бэкграунд экстракшен и уже вот вычитаем звезд ну как вычитается звезды здесь элементарно мы переходим в линейный режим вот это очень принципиально и обязательно далее идет имидж процессинг идет такой star processing и соответственно star net тоже закладка star net вот здесь вот вписывается скачивается отдельно мы не обязательно ставим галочку при стричь предрастяжка объекта нажимаем и собственно идем курить гулять пить кофе чай капучино жвачка я например схожу пока наверно нет еще не скажу пускай но хотел сходить наверх и запустить процесс но не буду 2 минуты 19 секунд занял это вся процедура вот наш объект и звезды где он делал можно прочитать но на ее обычно их запихивает куда она хочет а потом очень часто не находится с собой такой сложной обработки в данном случае написал что сохранил fits почему такой-то мамы в пикчерах базовом своем каталоге c диска c системного изображения ладно там это найдем теперь мы в линейном размере находимся с вами и по-хорошему мы с вами находясь в линейном размере сразу не стесняясь идем сюда и тут можно гораздо сложнее все это делать я сейчас не хочу на это терять время это вторая там закладка идет более сложные там дрочится как говорится пусть мне бог простит вот у нас почти сведенные цвета у нас сразу запоминаем что красного вот сюда до хера и play применяем все и у нас мы остались в линейном режиме но при этом растянута гистограмма вот теперь мы видим все свои пересветы говно там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла здесь что можно сделать если нас здесь не устраивает по каким-то причинам фон он нам там кажется нам там каким-то не таким вот здесь это все правится но здесь мы можем еще раз и нырнуть в color saturation и навалить еще всего чего хотим валить можем не валить можем это все делать в своем любимом фотошопе вот где-то допустим так и еще раз color saturation мы можем с вами попробовать синьку сделать свою циановскую как у нас основных этих два цвета тем не менее там будут и вот голубенькая тут чуть появилась которая потом проще будет вытягивать так вот у нас собственно материал сырец для того чтобы валить фотошоп заготовочка так скажем домашняя заготовочка можно еще сделать один финт ушами попробовать здесь вычесть еще раз гринность если нам не понравится мы его отменим вот допустим и play он даст более красного больше сейчас посмотрим практически ничего не изменилось ну хрен с ним пускай будет так все не будем отменять все это допустим нам нравится мы валим на сохранение и на нам надо где-то сохранить так чтобы мы потом это нашли а вот ну поэтому допустим вот в этом всем в обработке в этой я не буду не создавать папок никаких нихера я просто здесь напишу что это у нас hard то бишь сердце английский на hard и ph поставлю что для фотошопа соответственно я поменяю что это в тифе будет я сделаю сейф и соответственно в 16 битах чтоб там не дрочится на этом фотошопе вот все меня то больше не интересует на данном этапе в серии теперь что касается звезд так мы идем star processing мы идем star recomposition по идее вот сюда надо запихивать было это и уже можно как бы все или все закончить обработку но это херня собачья мы идем в закладку star stretch параметров здесь мы нажимаем advanced дополнительные подраме здесь вот мы обязательно ставим general hyperbole а здесь мы ставим его каждый весовой канал в отдельности и теперь нам надо найти собственно наш файл который мы будем обрабатывать он запихал нам безображение его и нам надо его найти это будет называться star mask окей просто она была до того как обрабатывать написать ему целевую папку ладно все вот он его вот это наши звезды видите смотрим обязательно что вы в линейном режиме здесь находимся и не стесняемся начинаем тянуть наш ползунок звезды будут увеличиваться вот вы видите да вот но я предупреждаю сразу что это неправильные звезды почему потому что они выбраны с фона с х а нам надо звезды для этого вот или пробу сейчас я пойду там заводить эту шарманку свою и там где-то часа в два набью сигнала и мне этого хватит в общем короче тянем где-то вот так вот теперь берем но это дохера сразу говорю но как это понять мы приближаем какие-то звезды где у нас есть вот эти растяжки и вторым ползунком ниже мы спрямляем вот этот вот прямой угол так сказать спрямляем его так чтобы звезды превратились ну вот в такие хотя бы то есть не надо точки здесь делать наш это неестественно будет звезда имеет ядро и некоторые так сказать голову вот ну к примеру здесь я бы их чуть-чуть под уменьшил по проявлению но это сильная уменьшил поэтому значит здесь плюсики есть такие но единство что каждый раз плюсуешь и сериал замирает это французская программа что вы хотите как citroen замирает французская машина это дохера короче вы поняли смысл тот кто спрашивал как у вас кайсинер какой фрбн синерия на эту всю херню смотрю какой есть что зачем смотреть на то что ты не можешь поменять так но естественно у нас тут такие вот они цветные всякие херны и короче да поэтому вот здесь вот закладки я специально стоял вот этот его на теперь я перевожу в independent и сейчас произойдет чудо вот видите наши звезды из ярко оранжевых это голубых синих и прочих превратились ну почти в белые хотя это не будут наши звезды потому что вы уже поняли здесь я бы наверное еще чуть-чуть вот так вот бы его приглушил посмотрим все ну в принципе все пускай так все равно тем более что это мы не используем это просто я показываю так мы плайкаем применяемся и закрываемся все вот это у нас звезды мы поэтому точно также находясь естественно в этом режиме линейного растяжения идем сюда идем туда куда мы сохраняемся и здесь мы просто пишем что что хотите то и пишите чтобы главное потом нашли ну я напишу stars 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 звезды напишу что это hard ну потому что у меня там звезд этих до хера всяких будет потом впоследствии hard я напишу что этом напишу ну пейч любимая и фотошоп вот и соответственно актив и соответственно я сэй и соответственно 16 бит и у все все мне сидел больше по идее не нужен вот ну равно какие собственно говоря весь пикс и мне нужен теперь фотошоп валим фотошоп это такой очень экспресс делаю вам как бы ну самое главное мы уже с вами сделали скомбинировали вот из-за и с о фильтров куда девать вот эти все кислороды повторю что можно делать комбинацию не с х а х с а то есть он там бы будет более розовенький тогда опять же есть объекты в которых сера вообще бесполезно но она полезна с точки зрения что у нас есть о можно сделать и речь о о то есть выбрать только кислород из ну вы поняли из серых примеру один у 2 соединить но опять же в пиксельной математике все это складывается в равных долях так теперь мы фотошопе фотошопе так и вот наших два файла ну соответственно мы берем наши звезды сюда бросаем что не проявится и соответственно наш сарц соответственно мы разблокируем наши вот эти все хрени ну чтобы слои раскрепляем со звездами пока ничего не делаем оставляем их как они есть себе есть есть да там еще в серии есть очень классный инструмент ну ты что касается звезд если вот они корявые ну у нас есть ролик кома как править кому при помощи программа серия поэтому и на этом останавливаться не буду переходим к нашему сердцу но здесь вы сразу создаем с вами дубликат действие умеете делать вот и на этом дубликате мы переходим чего обычно я начинаю всегда смотрю что по цветам у меня соответственно control b нажимаю и средних тона в данном случае мне не нужно столько мне нужно столько желтого поэтому я его уменьшаю и соответственно мне не нужно столько красного только красные бывают разные они бывают двух видов поэтому нам нужен наш красный угадать ну вот я смотрю естественно на картинку при этом чтобы потому что если вот так просто свести и свести ну может не совсем быть правильным теперь есть такой финт ушами ну да вот это мы сейчас control a control shift c control v сделаем финт ушами заключается в том что вы видите у меня всегда есть вот такой вот замечательный запас с левой стороны я никогда не стараюсь его уменьшать абсолютно потому что я не люблю когда фон из забитые черные обычно такими фонами стараются убрать все грехи при обработке при съемке которые были допущены и так далее что до того как допустим начинать работать с шумами по цвету по вообще шумом ну можно сделать такой финт можно делать нужно не делать это уже такая вкусовщина но я могу сделать просто как показать а будет ли это войдет в окончательную обработку или нет я не знаю а я создаю три одинаковых этих самых для того чтобы создать маску control shift у control и control я хочу сделать фон который за объектом затемнить сам вот этот объект максимально вот а в фон вокруг него вот этот вот фон вот этот оставить его как говорится выжить и что дальше дальше очень просто может быть еще подтемнить фон который у нас такое какой-то коричневый но такого не бывает в жизни поэтому мне надо закрыть маской многие вещи ну например я допустим ну пусть будет так пусть будет так то есть там где белая там у меня будет что-то меняться что именно сейчас покажу а там где черный там меняться ничего не будет и поэтому я смотрю еще раз что я хочу поменять и вижу что вот этот центре менять по цвету не хочу поэтому что я делаю правильная тупо беру кисточку такую вот это не на каждом объекте это бывает все зависит от объекта как можно его сделать уровнями чтобы затемнить и просто извините меня за грубое слово закрываю все внутри объекта то что и не хочу чтобы она подвергалась каким-то цветовым коррекциям а фон который вот вокруг всего этого у меня тут есть я его немножко буду обесцвечивать для чего для того чтобы не нравится никогда вот эти ну когда из кого это делается ну ну естественно цепляет фон тем более в силе пикси это конечно тоже маски есть там можно все это закрыть забыла херачить за 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 ну вот такую вот херню пока сделаю и естественно чтобы за херня не такие небылинких границ резких мы размоем по галасу эту разоблю размоем наверное вот где-то это так о вот так ну и теперь эту масочку мы берем control а делаем control c вставляем ее куда нам надо вот alt зажали нажали по масочке control вставили сюда масочку эту масочку выключили которые делали слой этот слой включили то есть сейчас мы будем с вами вызовем control у работа с цветами мы нажмем вот на эту пипку и мы тыкнем ну вот поэтому какому-то светлому фон он показал нам синие так оно и есть соответственно мы вот это все в убираем то есть у нас получается если посмотреть не сразу видно но у нас фон стал меньше цветным что ли да вот мы можем еще этим ползунком поработать тут он очень тонко работает но нам надо сделать его максимально как бы нейтрально черно-белым серым я синяя на синяя будет как бы выбивать нам все на хрен мы можем ну как бы пока оставить так на первом этапе и соответственно мы можем посмотреть по яркости вот видите меняется яркость фона ну допустим я его чуть-чуть вот так притушил не сильно и окей ну ну и теперь у нас смотрите на вот эти части особенно на цвета у нас была синяя видите какой и вот стала но все было синяя и стала то есть объект мы почти не затронули а фон мы чуть-чуть сделали его более приемлемым при этом гистограмма у нас практически осталось почти не тронутый все вот этот вот мы берем control а уже выделено поэтому прям кунтов шевца и просто делаем два еще слоя эту маску убираем она не нужно теперь что можно сделать разные финты но один из финтов перед тем как убирать цветные шумы конечно же хочется немножко чуть-чуть навалить нужно когда я сделаю сейчас то что я хочу навалить а потом буду убирать вернее уберу цветные шумы вот сейчас как она есть а потом буду наваливать они опять появятся поэтому я колбашу до уборки цветных шумов по цветам если что-то хочу менять но не сильно опять же допустим этот слой я сделаю всегда два потому что если что-то мне здесь не понравится я всегда вернусь на исходные рубежи в принципе везде один и тот же принцип ну и допустим я тут хочу поиграться в в этих самых индейцев вот какое-то сине-голубое тут ставлю вот синяя получаю валю и смотрю чтоб не сильно это было ну вот допустим меня-то устраивает примеру я говорю здесь цветом я могу смысле яркостью могу подчеркивать фактуры могу не подчеркивать допустим окей и соответственно мне нужно покраснеть немножко поэтому я иду еще раз control это каждый раз надо нельзя за один прием сразу все сделать нет беру опять свою руку заметную но вот беру тыкву по какой-то части она мне пишет что красные хотят а желтые и вот делаю допустим так но здесь я умный марио поэтому я начну сдвигаться в зеленый цвет она соответственно будут давать более красные опять же это вопросы вкусовщины я все время слежу за вот этой херней ну допустим я говорю я сейчас не нигде мы не делаем с вами окончательно изображение мы с вами делаем как бы вот яркостью очень хорошо можно поиграть в точке зрения фактуры вот на данном этапе по цвету если это нравится играть и не нравится не играть ну допустим так примеру я не верю что то так должно быть и здесь же можно еще на этом этапе одну вещь сделать но мы это делать не будем не имею ввиду вот эти ярко и участки которые можно немножко присадить чтобы там было видны детали но мы это не делаем по той простой причине что мы с вами только с цветом с основными двумя чуть-чуть подработали чтобы шум и цветовые максимально проявились ну а теперь мы из этого слоя сделаем с вами control shift control а control shift c и два раза нажмем у нас получится три изображения с верхнего изображения мы сделаем с вами маску control shift у control и control л нам надо сделать максимально общем-то побелее я люблю чтобы она убирала то есть я не делаю сильно черные вот ну разве что там такие вот то есть максимально чтобы цветовой шум удалился с изображения за исключением каких-то там сюжетно важных деталей которые всегда есть ну допустим такую маску делаю делаю control control c ставимся сюда ставим масочку нажали alt тыкнули по маске control включили маску перешли на этот слой выключили на хрен эту маску и варим свой любимый фильтр и мы джиномик но и свр там у меня уже все настроено для того чтобы люминез влево color вправо и мы с вами садим цветовые шумы всегда после этого мы смотрим вот за этой гистограммы и мы видим одну вещь замечательно что увидите у нас голубой цвет сидит запасных как говорится скамейках поэтому если захочу голубизны извините меня за это слово то я всегда поддам ее вперед но пока ее под спрятал куда захотел под спят и так мы получили вот этот кадр все зашибись все хорошо мы его делаем control c делаем два раза выключаем эту маску которая нам уже не нужно здесь один финт можно посмотреть и сделать но не всегда срабатывает но и на разных объектах это все по-разному заходим в камера raw да и вот здесь в камере raw мы можем посмотреть на очень яркие участки взять светлые области и чуть-чуть их убрать видите вот они убираются в данном случае нет такого выбитого не расстраиваемся по поводу что типа при пригласился весь объект на это облокотиться это я делаю всегда до шумодава душу здесь я еще могу сделать такую херь как вот этими тремя ползунками посмотреть но это слишком это слишком ну сильно вот такие вот прямо вырыве глаз не нужно делать удаление дымки это подбиваем тени ну допустим пусть будет так пусть будет так хотя там вот он сейчас подумает и вот сделал картинку то есть у нас было так до того как мы зашли в камеру raw а теперь там чуть-чуть повеселее вот теперь с этого снимка мы его сделаем control a control shift c и control в нам два снимка одинаковых хватит и мы его будем сохранять с вами в png сохранить как потому что в типе это будет громоздкие очень для чего для того чтобы мы сейчас поработаем со шумами в топазе вот hard png все на диске d без всяких папок сохранить окей пока он там сохраняет валим с вами в топаз дыной не спрашивайте где его взял где надо так и взял еще за временем смотрю мне на обсерваторе бежать так идем сюда идем на диск d ищем наш png вот png открыли прекрасно вот здесь я всегда обычно работаю в сервере но если хотя можете попробовать все вот этих шумодавки эти все и рекомендованные то что он не ставит я смотрю но не на светлые области а вот на темные вот это то что есть у нас а это то что он сделает если мне это не нравится я начинаю переходить как говорится на ручное управление то есть семья не хочу чтобы он сильно прятал детали замылила время защищал вот я может быть их чуть-чуть вот так сделаю а шум и чуть уменьшу ну допустим это маловато чуть-чуть увеличу каждый раз мы когда мы смыкаем эти вот здесь есть конечно и можно сделать color noise reduction но мне здесь он не нравится я его предпочитаю в ной сваре делать ну вот допустим мы можем попутешествовать по пару фрагментов и посмотреть вот как она оригинально и как она будет и соответственно на этом этапе я же понимаю что мне надо будет защитить маской а на что можно как говорится забить ну допустим меня от устраивает и нажимая save image выбираю кастом то есть папку для сохранения выбираю диск где-то как там вся мусорка у нас валяются и сохраняю все это дело пока он сохраняется валим photoshop который аж бедный присел бедный на задницу вот этого безобразия photoshop и мы идем сюда ждем пока вот он начал его пока картинка не появится динайс он всегда пишет динайс и мы эту картинку валим на отдельные в отдельный слой вот она шумодавленная картинка раскрепляем слой делаем control a control c и валим там где у нас весь это безобразие поверх этой картинке control v вставляем нашу с вами шумодавленную херню вот и как было стало видно но мы хотим подзащититься некоторые вещи там где замылил шумодав нам поэтому мы выключаем верхний слой на хрен переходим на нижний который не шумодавленный из него делаем маску control shift control и control l и здесь принимаем решение насколько мы хотим защитить то что хотим защитить и насколько хотим дать в тех участках шумодаву поработать где хотим ну и в общем то это уже как говорится каждый сам себе куяльник то есть вот здесь шумодав не будет так активно работать как работал бы если бы не было маски ну и примеру окей мне такая маска устраивает по фону по всему пускай в и замылил это какие-то детали будут проявляться так здесь мы делаем конечно же control a control c копируем маску переходим сюда здесь влепливаем маску здесь нажимаем alt здесь вставляем control в маску и здесь есть один нюанс хороший такой а именно выключаем эту маску а вот эту маска она должна быть включена то есть не на изображение стоять а на маске иначе не будет работать и вот таким образом мы сейчас прикрыли от шумодава вот эти части но все остальное у нас шумодавленная красивенькая все но это уже как бы каждый сам себе решает что в косинка теперь мне надо вот это все сохранить control shift c нажимаю control v то есть это уже выведены слои из-под маски я всегда нажимаю два раза как всегда все дальше что дальше у нас остается немножко поработать гистограммы с цветами с фактуры и так далее для этого это уже тут как говорится голь на выдумки хитра вот здесь я могу попробовать теперь пойти в камеру raw немножечко основательно поработать может у меня уже там под шумодавлено все еще раз принять решение стоит ли мне сильно тут увлекаться защитой выбитых областей потому что мы с вами делали одну вещь под названием снимали в исчину не в лоу режиме допустим я пока вот так сделаю мне так нравится тут я делаю так смотрю чтоб не вырви глаз было и ну короче это уже тут как говорится каждый крутится пироги как хочет может быть сильно тут текстуры дал вот чуть-чуть ее поменьше сделаем и здесь поменьше потому что у нас есть еще запасе ход конем они ну вот где-то тогда у нас приблизилась эта херня прекрасно теперь мы валим с вами можем валить нет пока еще не валим но вот здесь теперь сам упору заняться цветами хотите занимайтесь хотите не занимайтесь тут есть еще парочку нюансов но сейчас просто они будут бестолково на данном объекте ну допустим давайте теперь пойдем еще в усилении резкости и контурную резко сделаем посмотрим что он нам даст здесь можно поиграться вот этими ползунками радиус побольше эффект регулируется собственно вот как она была и как вот она станет если это слишком навязчиво но уменьшаем воздействие ну допустим меня то нравится я там примеру принял это все все по идее ну это очень я все быстро ты так чуть-чуть вдумчиво не беру звезды свои на всякий случай сделаю один слой лишний и контрол шифр контрол шифр ой контрол шифр цемпли так все мы неправильно сделал у него на 8 сюда вставляем кун контрол мать на спешишь контрол шифр цемп и вставили этот слой на нашу вот эту херню контрол в вот все здесь перемешивание делаем линейное добавить осветитель ну и смотрим нас устраивать не устраивает много звезд мало звезд если много звезд берем сюда заходим в эти звезды но на меня то вообще все не устраивает потому что звезды то я хочу другие которые я говорил сто раз сейчас 6 сделал а контрол л допустим мать не те кнопки нажимаю control l ну то есть уровне на стою на слое звезд ну и тут смотрю вот если я хочу их чуть-чуть пригасить ей вот так вот сделаю чуть-чуть и вот они уже не так вырви глаз например ну это уже и звезды опять же их цвета все это делается на слое вот здесь вот сюда уже мы переходим можно сделать control 1 нажать это сто процентов изображение сто процентов ну и рассмотреть все свои огрехи там может это неправильные вещи связанные с шумодавом с краями ну короче бла-бла-бла-бла-туда же какая-то херь появилась синенькая такая красивенькая вот до двойная звезда вкрапления она не проявилась потом переживать потому что в другом режиме надо снимать ну в общем вы поняли надеюсь вы меня услышали ну вот такая получилась херня единственное что я бы еще сделал вот но для этого подожди стоять да здесь надо перейти было на слой с изображением control я бы подбил здесь сильно много вот это вот так вот сделал бы вот наверное может быть а тут еще до бесконечности можно крутить вертеть например сделать control м и сделать такую легкую легкую линейную контрастность вот где-то так так симпатично по моему да ну как дымку ну принципе ладно пусть будет так здесь мы с вами выделяем два слоя делаем control alt е то есть делаем вот один слой вот объединенный собственно все файл web сохраним сохранить для web чтобы поменьше размера была на свой любимый язык обучающий д поэтому кино снимали ну и допустим его здесь назову hard печь я уберу вот и напишу слово веб ну чтоб я знал что это урезанная по всем делам картинка вот она сохранилась мы можем с вами с гордостью пойти на фейсбук например похвастаться до на фейсбуке и найти нашу с вами группу где тут это астроскоп написать что-нибудь пишем проба пера вы этот английский но допустим напишем проба пера о сердцу проба пера фильтра дальше переводим все это пишем с о плюс хао кто там разберется по сердцу работаем ну допустим а ну да тоже английскими работаем работаем так многотой чем такое значительное так на нашу картинку идем сюда где тут это да вот в наш веб открываем этот ужас выставляем и отправляем ну и все это в лайки все вау-вау-вау а серёжа молодец конечно потому что серёжа сделал это все на очень такой быстро скорую руку все господа я на этом с вами прощаюсь говорю всем спасибо за внимание что мог то показал голопом по европе и знаю что это все жутко неправильно что еще тысячу и одну ночь надо работать над этим все желательно делать правильно в одной программе пиксер но пока так как есть я убегаю до снимать звезды для да не только звезды я по сердцу еще добавлю просто как эль канала это даст нам больше деталей больше всяких разности и вкусности всем удачи и до новых встреч кстати сказать если посмотреть на общую цветовую гамму то красный просится убираться оси не вводится мы этого не делали да и ради бога всем всем пока